Исследование Виктора Максименкова Белые боги Ближнего Востока от Шумеров до Скифов и Тартарии. Дея – возврат пятой планеты и ее спутников Фаты и Люцифера. По признанию современной науки, шумерская цивилизация – одна из древнейших на Земле. Так как более 6 тысяч лет назад в районе Месопотамии появилась таинственная, разумеется, только для науки, и уникальная цивилизация шумеров, имевшая все признаки высокоразвитой. Целью данной статьи познакомить читателей не только с самими шумерами и другими белыми богами Ближнего Востока, но и благодаря их знаниям расширить базу данных современного человека, не только о прошлой нашей Земли, но и всей Солнечной системе, вернув на место те недостающие планеты и луны, о которых знали древние. Расшифровка шумерских рукописей вызвала шок у исследователей. Для понимания, почему тексты из шумера вызвали такую реакцию у ученых, достаточно упомянуть те данные, что содержались в шумерских текстах и уже расшифрованы самой наукой. Шумеры использовали троичную систему исчисления – узелковое письмо, использованную после шумеров только при создании современных ЭВМ – числа Фибоначчи «Золотое сечение». Самая первая шумерская цивилизация возникла не менее 445 тысяч лет назад. Это по данным самих шумеров, но наука этому верить не хочет. Цивилизация шумеров обладала рядом современных знаний из области химии, фитотерапии, космогонии, астрономии, современной математики. Шумеры обладали познаниями в генной инженерии, описывается создание Адама. Древние имели современное государственное устройство, суд присяжных и выборные органы народных депутатов и еще много чего присущее только современному обществу. В шумерских текстах содержится информация о происхождении, развитии и строении Солнечной системы и событиях возрастом 4 миллиарда лет. В их изображении Солнечной системы, которая находится в ближневосточной секции Государственного музея в Берлине, в центре системы находится Солнце, окруженное всеми известными сегодня планетами. В изображении Солнечной системы у шумеров есть отличия, главным из которых – неизвестная большая планета между Марсом и Юпитером. 12-я планета по шумерской системе. До нашего времени сохранились прекрасные образцы шумерской скульптуры, созданные в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. Они нам и помогут увидеть жителей древнего шумера и их богов, которые будут иметь яркие голубые глаза и белую кожу. Что для нас сейчас уже неудивительно, так как таких богов мы уже встречали по всему миру в статьях «Белые боги Америки еще тысячи лет назад». По ссылке. Оптика и телескопы 5300 лет назад. Или пропишем современной науке очки, чтобы она увидела слона в виде артефактов древней оптики, хранящихся по всему миру. Весьма распространенным типом скульптуры в шумере был так называемый адорант – статуя молящегося человека со сложенными на груди руками, сидящего или стоящего. На примере таких статуй отчетливо прослеживаются характерные особенности шумерской скульптуры и жителей самого шумера и их богов. Роговица глаз изготовлена из морской раковины, радужная оболочка из ляпис-лазури или смолы. Глазная впадина покрыта книфолью. В результате создается эффект огромных, вылезающих из орбит глаз, жалобных и одновременно устрашающих из-за отсутствия век. В результате лицо принимает серьезное, строгое, несколько жесткое выражение. Этнические черты редко различаются по формам статуй и глазам. Голова правителя Шумер 4 тысячи лет назад. Музей Чикаго. Шумер – женщина. 5 тысяч лет назад. Музей Филадельфии, США. Шумерская богиня Исшар. Найдена храм Исшар из Мари в Сирии 4 тысячи 800 лет назад. Еще одно изображение богини Исшар. Бюст мужчины 5 тысяч лет назад. Найден в Ираке Тель-Аграб. Фигурки из Йемена. Царь Пальмиры. Напомню о мнении официальной науки, которая относит скифов к ветви древних иранских народов, откуда-то пришедших в степь к северу от Ирана приблизительно тысяча лет до нашей эры. Нам все время рисуют скифов, древних шумерийцев, туранцев, иранцев и персов, черноволосыми, не европейского типа лицами. Но давайте посмотрим еще на древних персов. Как же они выглядели на самом деле? В рудниках Ирана обнаружена мумия древнего персиянина. И таких мумий найдено уже с десяток. Точные данные не хотят разглашать, потому что идет давление и шантаж в отношении найденных артефактов, заинтересованных лиц и сокрытие и замалчивание фактов. К примеру, недавно в Иране нашли гробницы мумий-царей, парусов. Но сенсацией как-то не случилось. Для нас наличие таких мумий не так удивительно, ведь мы уже изучили русские надписи из того региона ранее. Русская надпись на солнечных часах из Набатейской хегры в Саудовской Аравии возрастом минимум 2500 лет. Изображение перса на израстцах из персидского дворца в Сузах – Элам. Классический тип стройного европеоида с правильными чертами лица. Борода показана светлой. Расовый тип перса на дворцовых израстцах из Суз. У перса русые волосы и голубые глаза. Эллинистическое изображение перса. Изображение перса на саркофаге Александра Македонского. Волосы покрашены в светлый цвет. Александр Великий поражает перса. Изображение на саркофаге. Показательно, что македонцы не видели в расовом отношении разницы между собой и персами. Новоперсидское изображение царя – прототип внешности европейских средневековых королей. Волосы завиты искусственно, в соответствии с тогдашней царской модой. Надо признать древнеисторическая традиция, представленная в Библии, считающая Скифа старшим сыном Кемерийца. А Кемерийца – старшим сыном Япета, Арийца. Абсолютно верна. Кстати, Марс наши предки называли Земля Ария. Не оттуда ли Арийцы? Скиф – Кемериец на греческой вазе 7 века до н.э. И Скиф – 5 век до н.э. со щитом. Обратите внимание на шапку, которую можно встретить по всему миру. Предлагаю в дальнейшем называть эту шапку «Скифа тартара русской». Для людей, интересующихся, очень рекомендую обращать внимание на ее носителей в истории. Так как всех этих скифов, татаров, русских объединяет не только общая одежда, символика, генетика, но и, по сути, различные для историков, все они – носители единой культурной традиции, славящих янь и ин. Но если это были наши предки, то они должны были нести еще и символьную традицию, которая сопровождала бы их в повседневной жизни. Рассмотрим единые символы Ближнего Востока от шумеров до персов и скифов. Вот такие керамические изделия найдены в этом регионе еще до шумера – керамика убийцкой культуры – 4500-5500 до н.э. Этих коренных жителей Месопотамии потеснили шумеры, придя откуда-то с гор. Такие изображения свастики мы находим по всему миру. Керамическое изделие с рыбками интересно нам особо, так как несет орнамент, выполненный меандром, который мы уже наблюдали на мизинском браслете, описанном в статье по ссылке. На территории Российской империи в 1908 году найден календарь 20-ти тысячелетней давности, который объединяет и объясняет многие календарные системы, распространенные позже по всей Земле. Теперь посмотрим на изображение шишки – шишковидные железы. Частенько присутствуют у шумеров и других народов. Рим, Египет, Греция, Месопотамия, Индия. Гриф – символ, распространенный повсеместно вплоть до 17 века в той же Тартарии. Греция, Египет, Эттрузия, Индия, Осирия, Китай. Флаг Тартарии. Чина, Тартария. Скифское золото. Звериный стиль в храмовом убранстве. Обратите внимание на многочисленные изображения грифонов. Единая тайнопись воинского сословия прошлого, осколки которой современный человек знает под названием «Арабская вязь», что прямо указывает на узелковое письмо древних, было распространено ранее по всей Земле. Для отображения троичной системы очень удобно использовать узелковое письмо, которое по своей сути и является троичным кодом, наподобие современных компьютеров, что соответствует структуре самой природы, в которой все объемно. Более подробно с узелковым письмом можно ознакомиться в прошлой статье «Узелковая письменность славян». «Узелковая письменность славян. Про письменность всей Земли». Также хотелось бы напомнить читателям про легенду о Вавилонской башне, которая дает нам всем подсказку о том, что в прошлом на Земле была не только единая система письменности, но также и единый язык, о чем там прямо и говорится. Лингвистическая карта Азии 1730 год. На территории Сибири была своя письменность. Авистийское письмо. Экспозиция находок из раскопок в Аркаиме. Андроновская культура, 5000 лет. Музей Аркаима – фрагмент таблицы с той же письменностью, что говорит о древнейшей ее преемственности в Сибири. Сибирские письмена на реке Пышми вблизи Тобольска. От ведической культуры сибирских скифов, которую позже будут уничтожать повсеместно и называть языческой, отпочковались и религиозная система древнего мира, такие как Зороастризм. Вот раннее изображение самого Зоро Тустры. Он носит шапку, которую можно назвать скифа-тартара русской. И вот здесь начинается самое интересное. У наших предков, если речь была одинакова, то написание ее было разным. У жрецов была своя письменность. Жреческое письмо, свято-русская буквица, матрица 7 на 7. У торговых людей другая, глаголица – литица. Простые труженики в быту использовали более простое письмо и так далее. А вот у воинов была своя письменность. Именно это воинское письмо и стало прообразом сагдийского, то есть авистийского и арабского письма. Вот почему у русских царей до романовской эпохи на всем оружии и доспехах была арабская вязь. Это воинское наследие скифов наблюдалось непреклонно. Выставленное в музеях старинное русское вооружение сплошь и рядом покрыто арабскими надписями. Арабская вязь на шлеме Ивана Грозного «Аллах Мухаммед» и чуть ниже ее есть надпись на русском «Шелом князя Ивана Васильевича, великого князя сына Василия Ивановича, господаря всея Руси самодержца». И шелом здесь не приветствие. Шлем Александра Невского – просто цитатник Корана, а по сути продолжение воинских традиций, берущих начало от сибирских скифов. Работа знаменитого русского оружейника Никиты Давыдова. Для людей, интересующихся, очень рекомендую прочесть книги Вашкевича, такие как «Системные языки мозга», «Абракадабры» и другие. В них он очень четко и ясно дает все смысловые понятия арабского языка из русского и объясняет, почему это происходит. Дело в том, что человек получает информацию слева направо от божественного источника символ «А», а понимает информацию справа налево – символ «Я». Поэтому наши предки писали и читали ранее во всех направлениях и в объеме. Узелковое письмо. Вот примеры. Коран. Читаем наоборот. Нарок. Нарок – свод правил и законов по современному завет. Современные историки пытаются убедить нас, будто бы средневековые арабы буквально завалили Русь своим вооружением, которое русские воины гордо носили на себе, якобы совершенно не понимая смысла мудреных арабских письмен, начертанных на их щитах, доспехах и мечах. Шли в бой и умирали под какими-то якобы совершенно им чуждыми и непонятными религиозными формулами и молитвами. Картина совершенно нелепая. Русские воины той эпохи прекрасно понимали, что было написано на их оружии, потому что на Руси до середины 17 века было в ходу несколько алфавитов и языков, в том числе и считаемый сегодня арабским. Приезд антиохийского патриарха Макария в Россию в половине 17 века для сбора пожертвований и для суда над патриархом Никоном – вполне себе такая арабская вязь. Пример взаимосвязи санскрита русских и арабских слов – «вугун», «огонь», «агни». В принципе, звучит примерно одинаково. Еще недавно по современным меркам в Ордынской Руси использовалась не только славянская письменность, но и арабская. Русские вплоть до конца 16 века на бытовом уровне хорошо владели тюркским языком, то есть тюркский язык до сих пор был вторым разговорным языком на Руси, пока пришедшие в 1613 году к власти Романовы не стали насаждать миф о татаро-монгольском иде на Руси и презрении ко всему татарскому. Напомню, что первичной прародиной колыбелью многих народов была Сибирь, что логически вытекает из опыта привлечения к исследуемому вопросу палеоклиматологии, палеогеографии, палеоэпиграфики и т.д. Именно из Сибири шло расселение славяна-ариев по всему миру. Наши предки активно приобщали к земледелию и ремеслам кочевые племена людей по всему миру, бок о бок с ними проживающих. На определенном этапе это привело к взрывному нарастанию их численности, а затем и к агрессивности. Поэтому была создана полоса Великого Турана, раскинувшаяся от нынешних японских островов вдоль Китайской стены до Тяньшани и Кавказа, а далее Змиевые валы, и так вплоть до Английских островов. Таким образом, наши предки разграничили ареал своего расселения от ареала расселения других народов. Именно со времен Великого Турана скифская воинская атрибутика постепенно закрепилась на оружии, обмундировании, и та древняя символика теперь используется многими странами. Казачье письмо в трех письменах стрелками указан атовизм сагдийско-арабского, подчеркнуто. «Казаки, бояре, наши противники! Молитесь за царя, а бояр, берегитесь! Бойтесь, казаки, не законно, а правители! Казаки, не делитесь и не рассыпайтесь! Блюдите законы и заветы мои!» Образец – полуустава скорописи и вязи. Буслаевский псалтырь. 1470-1490-е годы. Атовизмы древнего письма сагдийского арабской вязи в русской рукописи 15 века. Подчеркнуто. Казаки своего заработка дают одну третью часть в казну войска. «Учитель, ставь на круг, учить грамоте девочек и мальчиков. Круг содержит школу и учителя, вооружает войско». Как видим, у «диких варваров» была письменность школы, учителя, и именно казачество сохранило этот уклад жизни скифов почти до наших времен. Однако за сто лет об этом целеустремленно и тщательно забылось. Как говорится, нам сделали забыть, и скифы снова стали загадочным исчезнувшим народом. Вот что пишет в книге «Скифы-строители степных пирамид» Тамара Телбот-Райс. 1904-1993 год. Урожденная Абельсон, эмигрировавшая из России в 1917 году. Скифы исчезли со страниц истории так же неожиданно, как и появились, как будто они провалились в глубокий колодец. И хотя сами они исчезли, они всколыхнули воды истории. Волны разошлись почти по всей Европе, и едва ли удивительно то, что наибольшее влияние они оказали на Россию, где их плавные и подвижные линии заметны даже в наше время. Район Аму-Дарьи и Ханты-Мансийский автономный округ. К основной воинской символике скифов относились так же сокол, крылатый барс, грифон, змеевики, солнце и заменяющий его крест. Полумесяц, который позже закрепился у мусульманских стран. Личный штандарт Богдана Хмельницкого. Справа восстановленный. Еще недавно казаки чтили свои древние символы. Обратите внимание не только на символ полумесяца, но и так называемую арабскую вязь на флагах у казаков. Остановимся на символе полумесяца более подробно. Так как у шумеров были найдены и расшифрованные данные о событиях прошлого, которые происходили сотни тысяч лет назад, то мы можем предположить, что символ полумесяца – это первая луна Земли Леля, которая погибла в катастрофе вместе с Даарией 111 тысяч лет назад, согласно информации, описанной в Ведах. Богиня Астарта Шумер хранится в музее Лувра. На голове изображение луны Лели, белая кожа и голубые глаза – так выглядят боги у шумеров. В подтверждение этого может служить, что у самих шумеров неделя была семидневная. Именно такая неделя и у нас в наше время, как и кратная 60 – система исчисления времени. Божества в порядке значимости. Божество – планета – день недели. Первая – Шамаш. Один – Солнце. Один – Воскресенье. Два – Син, Луна, Понедельник. Три – Нергал, Марс, Шторник. Четыре – Набу, Меркурий, Среда. Пятое – Мордук, Юпитер, Четверг. Шестое – Иштар, Венера, Пятница. И седьмое – Нениб, Сатурн, Суббота. Именно Юпитер, он же Мордук, назывался величественным, как и эта планета самая крупная в Солнечной системе. Поскольку в самом шумере изображений, показывающих еще одну луну Земли Лелю, период оборота семь дней – огромное количество. На всех изображениях так надо понимать символы. Камень Аллатырь – восьмиконечная звезда, это Солнце. Четыре основных праздника в году мужских и четыре женских. В разных статьях я неоднократно обращаю ваше внимание на этот символ. Полумесяц и семь точек рядом с ним – это первая луна Земли Лели, и ее цикл в семь дней. На изображении существа присутствуют в зверином стиле, как в Египте. Луна-месяц – четыре луча и четыре волны, или полный диск над полумесяцем. О том, что полумесяц Леля – это не луна Земли месяц с оборотом в 28 дней, говорит тот факт, что на изображениях они присутствуют все вместе в максимально видимом с Земли виде – Солнце, звезда с восьми лучами. Луна-месяц – оборот 28 дней, четыре луча и четыре волны, и луна-леля – полумесяц и семь точек рядом. Это изображение четко показывает знания шумеров. На нем видно Солнце, как круг с восьми лучами. Основные праздники. Луны Земли – Леля и месяц. Потом идет Марс. За ним пояс астероидов, где должна быть пятая планета, а есть только осколки ее луны – Люцифера. Затем Юпитер и Сатурн с кольцами. А это увидеть без телескопа просто невозможно. Можно ли считать изображение людей за планеты? Вопрос открытый, но если так, то здесь изображены все известные сегодня планеты. Если первый человек – это Меркурий, вторая – это Венера, в конце изображения тогда третий человек – это Уран, а четвертый человек – это Нептун. Сравните это с сегодняшним изображением из Википедии. Но развитая оптика у шумеров тоже была, о чем я писал в своей статье по ссылке. Оптика и телескопы 5300 лет назад. Подобные изображения небесных объектов я уже не раз рассматривал в своих предыдущих статьях. По ссылке «Атлань и вторая луна Земли Фата. Возврат из бездны моря и тьма тысячелетних». Еще одна единая жреческая традиция наших предков от Палеолита 24 тысячи лет назад до наших дней или куда дели вторую луну Фатту. Следующее. Раскрываем тайны дисков Мали и Фестского диска возрастом 3900 лет. Также знания шумеров и открытия современных ученых позволяют нам вспомнить про пятую планету Солнечной системы. Современные астрономические законы подтверждают, что между Марсом и Юпитером должна была находиться планета в два раза крупнее, чем Земля. Эту загадочную планету шумеры называли Нибиру, что означает «пересекающая планета». Орбиты этой планеты – сильно вытянутый эллипс. Рас в 3600 лет пересекает Солнечную систему. Следующее прохождение Нибиру через Солнечную систему ожидается между 2100 и 2158 годами. Из шумерских хроник мы узнаем, что планета Нибиру была заселена сознательными существами – анунаками. Продолжительность жизни их вида составляла 360 тысяч земных лет. Они были настоящими исполинами – женщины ростом от 3 до 3,7 метров, а мужчины – от 4 до 5 метров. И следы таких больших людей мы находим по всему миру. Также мы видим это в картинах Средних веков и много где еще. В ведах Земли пятая планета Солнечной системы называется Дея. И у нее есть два спутника Фата и Люцифер. По информации из тех же вед, спутник Люцифер, утренняя звезда, древний перевод названия, был уничтожен в ходе Галактической войны прошлого. А сама Дея изменила свое место в траектории движения. Или как вариант мерность пространства своего нахождения. Где она сейчас – вопрос открытый. Второй спутник Деи под названием Фата был перемещен древними на орбиту Земли, так как был заселен и имел 50 морей на своей поверхности. До недавнего времени это была лишь легенда прошлого, но мои исследования помогли определить по орбите допотопной Земли вторую луну Фату с периодом оборота 13 дней и наличие сведения об этой луне во всех древних календарях по всему миру – от Америки до Сибири. В моих статьях «Отлани вторая луна Земли Фата. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий». Единая жреческая традиция наших предков от Палеолита до наших дней или куда дели вторую луну Фату. Современные астрономы обнаружили и изучили совокупность осколков какого-то небесного тела, имеющих общую орбиту, соответствующую орбиту неизвестной пятой планеты Солнечной системы – Деи или Нибиру по переводам современной науки шумерского. Единственной проблемой науки стало то, что все осколки из пояса астероидов, находящегося сразу за орбитой Марса, при их объединении в один объект будут по размеру меньше, чем наша сегодняшняя луна Земли – месяц. Для понимания науки это проблема. Для нас же это еще одно подтверждение древней легенды о погибшем спутнике Деи – Люцифере. Так что можно уже сказать смело, что мы нашли два спутника Деи – пятой планеты и ее саму в древности. Люцифер – его осколки и составляют пояс астероидов на месте пятой планеты. Фата была перемещена на орбиту Земли и погибла в результате войны с Атланью, ее осколки разбросаны по всей Земле. А сведения о ее наличии сохранились во всех календарях древности, которым более 13 тысяч 25 лет. Еще более интересными открытиями стали сведения у шумеров про генетические эксперименты. И весь процесс создания человека или процесс смешения божественных и земных компонентов, процесс оплодотворения в пробирке, расписан с подробностями на глиняных табличках и изображен на цилиндрических печатях шумерских хроний. Эти сведения буквально потрясли современных генетиков. Древняя еврейская Библия Тора, которая родилась на руинах Шумера, приписывала акт сотворения человека Элахиму, по звучанию очень похожа на Аллах. Слово это дается во множественном числе и должно переводиться как «боги». Ну а цель создания человека определена очень точно. И не было человека для возделывания Земли. Вот, собственно, для чего и был создан человек. Какие сейчас народы к нему принадлежат, надо разбираться. Хотелось бы обратить внимание читателей, что по Библии человек был создан на шестой день творения, из углерода. Бытие один. На шестой день мужчина и женщина отдельно. А Адам и Ева на седьмой день творения, из кремния, глины и ДНК богов. Возьмите любую книгу по сельскому хозяйству, и вы увидите, что основа всей жизни на Земле – углерод. Как выглядели эти боги – отдельный вопрос. Может быть так, как на фигурках, найденных на том же Ближнем Востоке? Правитель Нибиру Ану и главный ученый Анунаков, Энки, решил создать Адаму. Это слово происходит как «Адама» – «Земля» и означает «землянин». Энки решил использовать прямоходячих антропоморфных существ, уже обитавших на Земле, и усовершенствовать их настолько, чтобы они понимали приказы и могли пользоваться инструментами. Они понимали, что земные гоминиды еще не прошли эволюцию и решили ускорить этот процесс. В Торе Энки называют «нахаш», что в переводе означает «змей», «змея» или «тот, кто знает тайны, секреты». А эмблемой культового центра Энки были две переплетенные змеи. В этом символе можно разглядеть модель структуры ДНК, которую Энки мог разгадать в результате генетических исследований. В планы Энки входило использование ДНК приматов и самих анунаков для создания новой расы. Биороботы, которых не жалко, и которые несут одну интересную функцию – мимикрия. С кем рядом живут, на тех и становятся похожи их дети. Помощницы Энки привлек молодую красивую девушку, которую звали Нинти – госпожа, дающая жизнь. Впоследствии это имя заменили псевдонимом «мамми» – прообразом универсального слова «мама». В хрониках приводится инструкция, которую Энки дал Нинти. Прежде всего, все процедуры должны совершаться в совершенно стерильных условиях. Тексты шумер неоднократно упоминают о том, что перед работой с глиной Нинти первым делом мыла руки, как яствует из текста Энки использовал при работе яйцеклетку африканской обезьяны женского пола, обитавшей севернее Зимбабве. Удачно оформившуюся яйцеклетку затем поместили в тело богини, которой и согласилась стать Нинти. В хрониках описано, насколько длительно была беременность, как делали кесарево сечение и появление на свет первого биоробота – Адама. Утверждение шумеров о небесной битве 4 миллиарда лет назад также с большой долей вероятности подтверждено наукой. После открытия того факта, что Уран, Нептун и Плутон лежат на боку, а их спутники лежат в другой плоскости, стало ясно, что столкновения небесных тел изменяли лик Солнечной системы. Значит, они не могли быть спутниками этих планет до катастрофы. Откуда же они взялись? Ученые считают, что они образовались от выбросов вещества с планеты Уран во время столкновения. Ясно, что какой-то разрушительной силы объект столкнулся с этими планетами, да так, что смог развернуть их оси. По подсчетам современных ученых, эта катастрофа, которую шумеры окрестили небесной битвой, произошла 4 миллиарда лет назад. Заметим, что небесная битва, согласно шумерам, вовсе не означает пресловутые «звездные войны». Речь идет о столкновении небесных тел огромной массы и другом аналогичном катаклизме. Также заметим, что шумеры довольно точно не только описывают вид Солнечной системы до небесной битвы, то есть 4 миллиарда лет назад, но и указывают причины того драматического периода. Кроме того, шумеры были превосходными путешественниками и исследователями. Им приписывается изобретение первых в мире судов. В одном словаре шумерских слов содержалось не менее 105 обозначений различных типов судов по их размерам, назначению и по виду грузов. В одной надписи говорится о возможностях ремонта судов и перечисляются виды материалов, которые местный правитель привозил для строительства храма своего бога, приблизительно в 2200 году до н.э. Широта ассортимента этих товаров поразительна. Начиная от золота, серебра, меди и до диорита, сердолика и кедра. В некоторых случаях эти материалы перевозились более чем за тысячи миль. Может, некоторые суда имели и функции полета, так как в самих текстах говорится про летательные аппараты, про инфраструктуру по их обслуживанию, да и изображение летательных аппаратов множество. В табличках упоминается о том, что к одному из правителей шумера по имени Гудея прибыл бог на некой птице из металла черного цвета. Бог имел золотой шлем, очевидно, скафандр. Он повелел строить убежище для своей летающей птицы. Как только постройка была завершена, остальные боги стали охранять ее и сказали людям удалиться от нее, чтобы люди не попали в огненные струи, которые исходят из огненной птицы, когда она начинает или завершает полет. Говорится, что название им шумеры дали «Му». Плюс мы уже освещали данные про летательные аппараты и аэродромы древних в статьях. Найден аэродром древних цивилизаций или инопланетян. Аэродром Юндум обнаружен на территории маленькой африканской страны Гамбия. Еще одна. Это полный залет или изображение НЛО по всему миру. Также это бы объясняло наличие следов присутствия шумеров в Америке задолго до Колумба. Про эти находки я уже писал в статье «Белые боги в Америке еще тысячи лет назад. Все коренные народы Америки – выходцы из Сибири». Сравните сами изображения из Америки слева и шумера справа. Наука утверждает, что в шумере впервые возникли космогония и космология. Появился первый сборник пословиц и афоризмов. Впервые велись литературные дебаты. Здесь появился первый книжный каталог. Получили хождение первые деньги – серебряные шекели в виде слитков на вес. Впервые стали вводиться налоги. Были приняты первые законы и проведены социальные реформы. Появилась медицина. И впервые делались попытки добиться мира и гармонии в обществе. Шумерская цивилизация погибла в результате нашествия с запада воинственных семитских кочевых племен. Кстати, вот перевод с латыни слова «обезьяна» – семия, семиус, статья по ссылке. На плечах шумера возросла вавилоно-ассирийская цивилизация. Кстати, Ас – это бог, живущий на земле. А Ири – это современный иртыш, на котором стоит Асгард, ирисский. И этому городу и пирамиде в нем уже 110 тысяч лет. Туда наши предки переселились после разрушения первой луны земли – Лели и гибели Даарии. Не оттуда ли у Перуна сынов персов царя звали Дарием? Да и шапка на нем опять же очень похожа на скифа – татаро-русскую. Да и правильное название империи именем Перуна. Существовавший там еще недавно – Атаманская империя. Но кто такие атамы в казачьем войске, я думаю, сообщать без надобности. Атаманская империя. Атаманская империи. Альплинский ножик, Шкинский ножик, Альплинский ножик номер пять. А если ты кого-то режешь, А я не буду отвечать. А если нам больше нет, Атаманом буду я, Атаманова девчонка. А теперь будет моя. До свидания, Родина. 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 Ай, Балагутская зима, решётки полосатые, А мы с товарищем сидели, а за ножи носатые. Выбежал мой воронёный, всему округу краса. За тебя, за воронёных, я не бегал ни разу. А меня пили-колотили, как большого бурова. А синий год у нас налил, а он досталось здорово. И ничего я не залею, и ничем не дар... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова